Да! Да! Если вы, ребят, планируете завести маленького щеночка, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете звонить, смотреть, и, возможно, мы даже с вами увидимся, когда вы приедете. Привет! Ты сейчас находишься на канале с самым большим количеством животных на всем YouTube Magic Family. Меня зовут Аня, со мной мои собачки, и не только собачки, а еще очень много других животных. И это рубрика «Каникулы у бабушки». И сегодня, ребят, я вам покажу маленьких, миленьких, красивеньких щеночков в Вильшкорге и кардигане, как вы и просили. А также отвечу на один из вопросов, таких очень популярных среди подписчиков. Питомник собак это или нет? И если ты впервые здесь, скорее подписывайся на наш канал, а мы начинаем. Мы сейчас туда пойдем, посмотрим на щенков, на их папу, маму, и я про них расскажу. А пока я отвечу на вопрос, питомник или нет. С одной стороны, да, с другой, нет. Как вы видели, здесь очень много собак самых разных пород. Чихуа, Йорки, Синбернары, Хиллеры, Русские Борзые. И они не относятся к питомнику. А вот Вильшкорге и кардиганы действительно являются собаками питомника «Замок Святого Ангела». Это один из самых первых и старейших питомников во всей России Вильшкорге и кардиганов. И владелец этого питомника, хозяйка, это наша таточка, которую я в шутку называю бабушкой, потому что она хозяйка собачки, которая родила моих собачек Эйвана и Софии. Их сейчас здесь нет. Я надеюсь, в этот раз я все понятно объяснила. «Замок Святого Ангела» – это питомник именно Вильшкорге и кардиганов. Хозяйка и заводчик этого питомника – наша таточка, рубрика «Каникулы у бабушки». А все остальные собаки, животные и питомцы – это не питомник, замок Святого Ангела. Я не знаю уже, как еще объяснить. Это Наташа, мама щеночка в Вильшкорге и кардиган. Она с нами не живет, она приехала в «Замок Святого Ангела» в питомник рожать. Вот этот красивый рыжий кардиган – это брат нашей Цили, Дава. Он живет не здесь, не со всеми собаками, а буквально в соседнем доме у родственников. Так что Дава и Наташа – родители вот этих вот трех маленьких девочек. Юмичу пришла посмотреть на щеночков, на совсем малышей. Нюхает их такая. Вот такие вот маленькие медвежата. Им сейчас месяц всем трем. Да, да. Когда тепло и солнышко на улице, они гуляют, играют вот здесь вот втроем в вольере на патио. А вечером или когда прохладно, они живут дома в большом вольере. Дава – рыжебелый вельшкорги кардигана Наташа, довольно редкого окраса, называется этот окрас соболиной. Сейчас очень даже жарко, солнышко, и я вынесла малышек с их территории, с вольера, вот сюда вот. Ребята, если хотите, чтобы я продолжала показывать, как растут и развиваются щенки, как они меняются, ставьте лайк этому видео, и я буду снимать их жизнь. Кстати, собачек, вельшкорги кардиганов из замка Святого Ангела, а также щеночков называют еще ангелочки. И они правда ангелочки, посмотрите на этих мазиков. Я не могу, я сейчас умру от милоты. Если вы не знаете, вот, например, у каждого питомника есть определенный порядок имен, то есть буква, на которую будут имена щенков. И вот, например, сейчас идет буква В. Если у вас есть идеи, какие имена придумать этим всем всем трем девочкам, напишите в комментариях три женских имени на букву В. До конца сейчас определить окрас нельзя, то есть они либо будут как папа рыжебелый, либо как мама редкого соболиного окраса. И это можно будет определить где-то в 45 дней, в 2 месяца уже точно, но, скорее всего, они будут все трое соболины. Они, если приглядеться, можно увидеть, что щеночки всегда разные. И даже в таком возрасте у каждого уже есть свое лицо. Да. Кто играет с моей рукой? Кто такой медвежонок? Кто такой медвежонок? Папуля пришел к своей доченьке проведать ее. Считается официально, что щеночка можно забирать у заводчиков от полутора месяцев. И даже в полтора. Но я, например, считаю, что щенка нельзя забирать от мамы раньше двух-двух с половиной месяцев. Не грызи траву! Это связано с тем, что щенок еще маленький, и он питается маминым молоком. И чем дольше он будет с мамой, тем будет он здоровее. Будет лучше иммунитет, если он с мамой больше времени проведет, чем полтора месяца. Ну и вообще, я считаю, что это лучше не только для здоровья, но и для характера, для развития щеночка. Поэтому я бы не советовала забирать щенка раньше, чем два-два с половиной месяца от мамы у заводчика. Но это не значит, что щеночков нельзя резервировать. Вы можете приглядеться к каждому щеночку, и если вам кто-то понравился, зарезервировать его. Так это обычно официально происходит. Так что сейчас вы тоже можете приглядеться к щеночкам, и, возможно, кто-то из них поедет к вам домой. Потому что они уже начинают подыскивать себе будущих хозяев новый дом. И, скорее всего, скоро уже найдутся те, кто захочет забрать к себе такого красивого маленького пупсика-медвежонка. Так что, если что, информация для вас, ребят, щеночки эти будут продаваться. И ссылочки на сайт и на все контакты Таточкиной я оставлю в описании к этому видео. Так что смотрите, выбирайте, и вдруг вы захотите себе такую прекрасную собаку, как Веджкорги Кардиган. Уже даже в месяц можно заметить какие-то определенные характерные черты у каждого щеночка. То есть у них уже у всех есть свой характер. Кто-то, например, бесится, носится, любит играть, нападает на всех, пытается всех разыграть. Кто-то заинтересованно там изучает мир. А кто-то такой спокойненький сидит. Видите, даже на мордашке они все разные. Хотя, может быть, это я вижу, привыкнув смотреть на разных щенков. Вот, например, у этой девочки вот такая вот темная щечка. И она покрупнее, чем все остальные. А вот эта зайка поменьше, чем все остальные. У нее вот такие вот прикольные черные очки под глазами. У всех на хвостиках вот такой вот белый кончик. А вот у этой рыжей малышки мордочка другая. Да, да. Можно заметить, что у них разные белые носочки разного размера на лапках. У кого-то они большие, у кого-то поменьше. Вот у этой малышки с очками, например, сзади белая банданка такая. Много белого. А вот у этой вообще нет белого на шее. Вот такие вот три прекрасных медвежонка девочки ждут своих будущих хозяев. Если вы, ребят, планируете завести маленького щеночка, если у вас есть какие-то вопросы по этому поводу, обязательно напишите их в комментариях. И я постараюсь снять такое видео, в котором отвечу на вопросы о щенках. Контакты Таточки я оставлю в описании к этому видео. И вы можете звонить, смотреть, выбирать, резервировать. И, возможно, мы даже с вами увидимся, когда вы приедете забирать своего малыша. И увидимся скоро на канале. Пока!